МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости дня. Корреспонденты ОРТ готовы рассказать о самых заметных событиях в городе-области. В студии Татьяна Штылера и в начале коротко некоторые темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заминировали ОГУ. ВУЗ из тутгородок экстренно эвакуировали. Несколько часов территорию осматривали взрывотехники. Режим повышенной готовности введен в Орске. На восток региона надвигается непогода. 22 российских региона отменили QR-коды. Как обстоят дела в Оренбургской области? Яблоки из Краснодара, местная молочка. Какой запас продовольствия находится в Оренбургском распределительном центре? Присвоила 1,5 миллиона рублей. Экс-директор центра занятости в Новоорске выписывала лжепособие. Ушла в минус на 42 миллиона рублей. Как москвичка стала фигуранткой уголовного дела? Сама того не зная, и почему дело рассматривается в Орске. Начнем выпуск с погоды. В региональном МЧС предупреждают об опасных явлениях, которые будут наблюдаться преимущественно в центральных и восточных районах Оренбуржья. Ожидается ледяной дождь. В связи с ухудшением погодных условий на территории Орска вводится режим повышенной готовности. Об этом сообщается на официальном портале местной администрации. Там ожидается усиление ветра и сильный снег с дождем. До 7 марта все службы экстренного реагирования, коммунальные и дорожные предприятия, сетевые организации переходят на режим повышенной готовности. Просьба к водителям ориентироваться на дорожные условия и по возможности отказаться от поездок на дальние расстояния. Что стало причиной массового ДТП в районе города Ясного, сейчас выясняют правоохранители. На трассе столкнулись три автомобиля, две легковые машины и джип. В результате аварии в одной иномарке зажало девушку. Как сообщают, в пресс-службе регионального МЧС на месте работали спасатели. Именно они помогли пострадавшей выбраться из искореженного авто. Специалистам пришлось использовать гидравлический инструмент. Пострадавшую передали врачам скорой помощи, а также в больницу госпитализировали еще четыре человека. Погибших нет, сообщают в ведомстве. Студентов и работников Оренбургского государственного университета эвакуировали. Как удалось выяснить, в нашей редакции около двух часов дня появилось сообщение о минировании здания библиотеки. На место незамедлительно выехали все службы экстренного реагирования. В пресс-службе учебного заведения сообщили, что эвакуировали людей из библиотеки, учебных корпусов и студенческого городка. Несколько часов понадобилось саперам, чтобы обследовать всю территорию. Как позже сообщили в пресс-службе ОМВД, звонок оказался ложным. Никаких подозрительных предметов на территории госуниверситета не обнаружено. Последние два дня в стране вновь наблюдается всплеск ложных сообщений о минировании. В четверг полиция Москвы проводила проверку аэропортов, зданий вузов и торговых центров. Аналогичная ситуация в Ленинградской области и Волгограде. В Воронеже накануне за один день поступило порядка десяти экстренных вызовов о минировании различных зданий в городе. Как удалось установить оперативникам, все они были ложными. К другим темам. В правительстве области прошло очередное заседание. В повестке дня ряд вопросов, основные из которых подготовка к посевной, благоустройство парков на территории области и другие социально значимые проблемы. Представители муниципалитетов принимали участие в совещании по видеосвязи. Одной из первых тем обсудили подготовку к посевной. Остро стал вопрос по закупке удобрений. Резкий рост цен может повлиять на покупку необходимого для посева. По марту у нас единственное сомнение. Мы сейчас очень надеемся, что будут сохранены цены. А все остальное идет в рабочем порядке. Как бы лимитов нам достаточно. Риски могут быть только от того, что если будет резкий рост цен на удобрения. Контракт заключается на месяц. Все видят, что цены растут. Поэтому мартовский контракт есть. Мы его выполняем. На заседании обсудили вопрос, связанный со строительством и оборудованием детских садов в области. Выяснилось, что возникли определенные сложности в дошкольном учреждении в Дубках. Открытие запланировано на май, но появились проблемы, связанные с поставкой мебели. Подрядчик сейчас находится в Ростове. Есть вероятность, что соблюсти сроки поставки он не сможет. Если такое произойдет, то будем искать возможность. Соответственно, мы сейчас уже будем, если понимать, что мы сможем поставить что-то, сделаем прямым. Здесь найдем наших поставщиков. А чтобы просто, по-русски говоря, соберем со всех садиков, там есть возможность собрать весь резерв и поставим этот детский сад. С наступлением теплого времени года актуальным стал вопрос по благоустройству парков и зон отдыха в регионе. Особое внимание обратили на Солилецкий городской округ, где разрабатывается масштабный проект по благоустройству парковой зоны. В правительстве отметили, подготовка идет полным ходом и объект будет сдан вовремя. Жители России стали массово скупать продукты первой необходимости. Бакалея и другие товары пропадают с полок магазинов в Московской, Свердловской, Кемеровской и других областях страны. В Оренбурге такого явного ажиотажа не наблюдается. Пока только единицы тех, кто поддался общей панике. Наша съемочная группа сегодня побывала в распределительном центре одного из крупных сетевых магазинов и оценила продовольственные запасы. Все подробности далее. Работа в распределительном центре одного из крупнейших сетевых магазинов страны идет с самого утра. Склад площадью в 19 тысяч квадратных метров наполнен различными товарами, которые регулярно поставляют в магазины всего Оренбуржья. Помещение разделено на три крупных сектора. Проще говоря, холодильные камеры, в каждом из которых находятся продукты со своим температурным режимом хранения. Практически все предприятия розничного рынка работают в штатном режиме. Товар пополняется по мере необходимости, то есть в соответствии с установленными графиками. Все, что мы видим на прилавках, это и есть товарный запас магазина. Все хранится вот в таких распределительных центрах. По Бакалею мы товарный запас отслеживаем, но это в среднем 30 дней запас есть. Как рассказывают специалисты, нештатные ситуации действительно происходят, и полки в магазинах бывают пустыми. Но распределительный центр регулярно пополняется товарами. На склады поставляют продукцию со всей страны. Мандарины и яблоки из Краснодара, борщевой набор из соседних Башкирии, Челябинска и Тюмени. Значительную часть молочной продукции производят в нашем регионе. Сейчас оренбургцы видят проблему не только в нехватке продукции в магазинах. В данный момент остро встает вопрос, ждать ли повышения цен на товары. Точного ответа пока нет. Мы работаем с поставщиками, поэтому мы видим, какая ситуация на рынке, они тоже видят. Поэтому прогнозировать какое-то повышение или официально заявлять в какую-то повышение, мы пока не полномочны, потому что мы находимся в переговорах. Поставка продуктов на склады сетевых магазинов ведется ежедневно, поэтому специалисты заверяют, причин для волнения в нашем регионе нет. Алена Круглова, Семен Воробьев, Новости дня. В Оренбургской области возобновлена работа горячей линии для предпринимателей. Об этом сообщают в пресс-службе области. В связи с изменением текущей геополитической ситуации на фоне введения новых санкций и ограничений в Оренбурге действует телефон горячей линии для бизнеса. 8 800 200 14 45. По данному номеру можно задать вопросы и получить консультацию специалистов по восьми категориям. Среди них мониторинг продовольственных цен, экспорт и импорт, помощь соотечественникам и поиск поставщиков. А теперь к теме коронавируса. Постепенно в ряде российских регионов жесткие ограничения снимаются. Из 83 субъектов страны QR-коды отменены в 22. Одними из первых коды отменили в Москве, Крыму, Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Омской, Самарской областях, Алтайском и Забайкальском краях. Такое решение местные оперативные штабы приняли, исходя из эпидемиологической ситуации. Специалисты отмечают, уровень заболеваемости пошел на спад, как и степень тяжести коронавирусной инфекции. Однако в числе тех 22 регионов, где отменили QR-коды, продолжает действовать масочный режим в торговых центрах и городском транспорте. Что же касается Оренбургской области, то наш регион в данный перечень пока не входит. В Оренбурге по-прежнему пока требуется наличие QR-кодов при проведении банкетов. Запрещена до 22 марта работа ночных клубов и кальянных. Из послаблений – возможность проведения мероприятий с полной посадкой в зрительном зале. Также по данным регионального управления Роспотребнадзора, в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ приостановлены занятия в двух школах, частично в трех классах, еще двух образовательных заведениях. Ну а сейчас к данным Федерального оперативного штаба по коронавирусу в Оренбургской области. За последние сутки вновь наблюдается скачок по количеству инфицированных. Положительными тесты оказались у 1151 оренбуржца. Госпитализировано при этом в ковид-госпитале 127 человек. Пять человек умерли от осложнений ковид-19. Выписаны с больничных 1904 жители области. Это новости дня. Вот что будет в нашей программе дальше. Присвоила полтора миллиона рублей. Экс-директор центра занятости в Новоорске выписывала лжепособие. Ушла в минус на 42 миллиона рублей. Как москвичка стала фигуранткой уголовного дела, сама того не зная, и почему дело рассматривается в Орске. Это новости дня. Мы продолжаем. В России из-за введения санкций со стороны Евросоюза и США, а также из-за падения рубля почти на 30% вырос спрос на загородные дома и земельные участки. Эксперты рынка говорят, что цена квадратного метра в загородных домах в среднем в полтора-два раза ниже, чем в квартирах. По данным одного из московских центров продажи недвижимости, спрос на готовые дома за пределами городской черты за последнюю неделю вырос на 20-25%. На это людей толкает падение рубля и сохранение имеющихся у них денег в недвижимости. Эксперты рынка уверяют, что это только начало. В конце марта, считают они, спрос может вырасти до 70% и выше. При этом оренбургские риэлторы советуют не спешить с решениями и все несколько раз взвесить. Вопрос покупки – это такой вопрос, где очень много «если», потому что покупка бывает разная. Бывает покупка для себя, бывает покупка в инвестиции, бывает покупка за наличку, бывает покупка в ипотеку. Если это ипотека, то тут уже начинаются вот эти «если». И опять же, покупка, ну, насколько она вам… для чего она? Бывает покупка, как бы опять, да, как я говорила, в инвестиции, бывает покупка, когда безысходность, да, негде жить. Бывает покупка, как на долгий срок, да, там на этапе котлована. То есть тут очень много факторов. И теперь в нестабильной ситуации на валютном рынке положение рубля меняется каждый час. Актуальные данные Центробанка на вашем экране. В прокуратуре Оренбургской области озвучили итоги проверки по ситуации в Шарлыкском районе. Речь идет о многоквартирном доме, кровля которого была под угрозой обрушения из-за снега. Пришлось даже эвакуировать жильцов из здания. Тогда вину попытались переложить на самих жителей дома. Якобы они не обращались в инстанции, чтобы кровлю очистили от снега. Однако в надзорном ведомстве считают иначе. Прокурорская проверка показала, что собственники дома в 2022 году заключили договор по содержанию и ремонту общего имущества с муниципальным унитарным предприятием «Жилводсервис». Специалисты выяснили, данная организация халатно относилась к своим обязанностям. Директор предприятия получил представление от прокурора района. Также установлено, что в 2019 году фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области заключил договор с подрядной организацией, которая должна была капитально отремонтировать кровлю. Ремонт сделан, однако несущая конструкция оказалась слабой. Крыша пока еще находится на гарантийном сроке, а региональный оператор несет ответственность за последствия ненадлежащего исполнения подрядчикам своих обязанностей, за что также организация получает представление. Фонд модернизации ЖКХ обязан принять меры по восстановлению поврежденных конструкций многоквартирного дома. Поскольку мер по восстановлению повреждений до сих пор не принято, прокурорам Шарлыкского района в адрес генерального директора организации внесено представление об устранении выявленных нарушений. Ход и результаты доследственной проверки также контролируются прокуратурой района. Экс-руководителю Новоорского центра занятости населения вынесли приговор. Бывшего директора обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения. Следователям удалось собрать все необходимые доказательства. По материалам следствия, фигурантка уголовного дела похищала бюджетные деньги Министерства труда и занятости населения области. Женщина оформляла специальные пособия на людей, которые в действительности не относились к категории «дети-сироты» и «дети, оставшиеся без попечения родителей». Таким образом, экс-руководителю удалось похитить более полутора миллионов рублей. В рамках уголовного дела с целью обеспечения исполнения приговора суда, а также возмещения причиненного ущерба, по ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемой в виде двух жилых помещений, двух автомобилей, ювелирных изделий, а также денежных средств, изъятых при производстве обысков и находящихся на банковских счетах. Суд вынес наказание. Лишение свободы на два года и три месяца с отбыванием в исправительной колонии, а также бывший директор центра должна выплатить штраф 200 тысяч рублей. История на 42 миллиона рублей, которая связала жителей Орска и Москвы. Банковская карта Беллы Памфиловой, которая проживает в столице, в один момент ушла в серьезный отрицательный баланс. Ситуация повергла девушку в шок. В ходе длительного разбирательства выяснилось, что номер карты неожиданно для пострадавшей прошел в деле о мошенничестве. Что интересно, владельцем карты при этом значился неизвестный мужчина. Поиск информации через интернет, звонки в банк, в суд Орска, а затем и следователю УМВД восточной столицы Оренбуржья. Только благодаря адвокату девушке стала понятна суть дела. Некий арчанин, которого мошенники обманули на 5 миллионов рублей, написал заявление в полицию. Злоумышленники на украденные деньги успели сделать различные переводы и покупки. В том числе, как оказалось, что-то купили у Беллы. Несколько месяцев назад она опубликовала объявление о продаже недвижимости. Те самые мошенники перевели ей за покупку 200 тысяч рублей. Таким образом, карта Беллы оказалась в деле. Но как так получилось, что следственные органы не разобрались, прежде чем наложить арест на карту москвички? Вопрос, который пока висит в воздухе. Следователь, с которым я по месту жительства общаюсь, по этому делу, он мне сказал, что они должны были изначально поинтересоваться, кто ты и что ты. Но так сразу меня соучастником делать в данной ситуации неправильно. Я, получается, сейчас должна доказывать свою невиновность, непричастность к мошенничеству. А я, по факту, реально человек со стороны. Кроме того, по мнению адвоката, ситуация могла сложиться так, из-за того, что в суде, заполняя постановление по делу, могли сделать ошибку. В бланк внесли номер карты Панфиловой, а имя, фамилию и отчество указали другого человека. Но в банке не стали разбираться и наложили на счет арест. Кроме того, по словам Беллы Панфиловой, она в установленный законом срок не получила документы и не смогла вовремя обжаловать постановление. Теперь девушке придется доказывать, что ни в чем не виновата. Мы продолжаем. Не допустите побега осужденных. Уже 9 лет оренбурженка Алектина Злобина работает кинологом и ни дня не пожалела о выборе своей профессии. Она одна из тех представительниц прекрасного пола в Уфсина-Оренбуржья, которая посвятила себя именно этому делу. Почему женщина решила работать со служебными собаками, а также как успевает, помимо этого, воспитывать двоих детей, узнала наша съемочная группа. Все подробности далее. Кинолог Алектина Злобина с собакой задерживает осужденного. Он пытался совершить побег. В такой момент важны четкость действия, оперативность и слаженная работа с четвероногим напарником. Сегодня это тренировка. Она необходима, чтобы не допустить таких ситуаций во время реального конвоирования. Важно и уметь проходить полосу препятствий, преодолевать лестницу, двухметровый забор, мосты и не только. Главное, отмечает профессионал, всегда чувствовать своего напарника. У Алектины это собака Зара. Нужно полагаться не только на свои знания, но и на знания собаки, так как у нее во много раз развито обоняние, слух, зрение. И по поведению собаки можно некоторые ситуации даже предотвратить. Чтобы понимать друг друга, рассказывает Алектина Злобина, важны в первую очередь любовь и в то же время строгость. Заре они почти 7 лет. Работать с животными оренбурженка мечтала с детства. Сначала обучилась на ветеринарного врача. Затем начался ее профессиональный путь со служебной собакой. Свою работу она с уверенностью считает любимой. В каком настроении бы ты ни пришла, в какая погода тебя не застигла, какие-нибудь там ситуации у тебя на пути не встречались, ты всегда приходишь на работу и тебя кто-то ждет. Успехи профессионала видны и на соревнованиях. Алектина Злобина заняла призовое место на состязаниях по многоборью специалистов-кинологов со служебными собаками кинологических отделений групп Уфтин России по Оренбургской области. Профессионализм оренбурженки отмечает и руководство. Не хуже, скажем так, мужчин справляются с этой службой, показывают хорошие результаты. В коллективе полное взаимопонимание. От руководства нареканий в ее сторону нет никаких. В работе кинолога важны внимательность, ответственность и, конечно, постоянное совершенствование как своих навыков, так и собаки, говорит профессионал. Несмотря на непростую работу, график и риски, Алифтина успевает воспитывать двух детей. Она старается разнообразить их досуг. Вместе катаются на коньках и плюшках, посещают спортивный комплекс на территории учреждения. Но даже во время отдыха не забывают навещать Зару. Женщина признается, она уже стала членом их семьи. Дети с удовольствием играют с собакой. Дома я любящая мама, а на работе я сотрудник, который должен ответственно подходить к своей работе, нести свои должностные обязанности. Единственная женщина-кинолог в отделе по конвоированию регионального УФСИН. Она своим примером показывает, что представительницам прекрасного пола нужно уметь успевать все. Елена Еремина, Игорь Бероев, Новости дня. И это все новости на сегодня. Эту программу и другие проекты ОРТ вы всегда можете найти на сайте orttv.ru. Присоединяйтесь и к группам телеканалов в социальных сетях. А прямо сейчас рубрика «О погоде не только». До встречи в эфире.